напоминаю вам о том что работа по созданию базы канала продолжается если вы хотите принять в этом участие то соответствующие реквизиты вы любым из доступным вам способом можете увидеть в описании канал также если вы не можете помочь материально ну то есть кто сколько может скажем так то вы можете помочь каналу если не будете пропускать рекламу просматривать ее до конца и ставить лайки привет друзья сегодня мой с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег ну и соответственно мой хвост акбар бар скажи привет ну посерьезней что ты так давай хорошо молодец ну вот акбар с вами поздоровался и тема сегодняшний значит нашего разговора будет это агрессия виды агрессии какие виды агрессии существуют как либо развивать либо не развивать эти виды агрессии но разговор этот достаточно длительный должен будет быть и может быть ни один ролик не придется на эту тему снять да и скорее всего потому что в последующих роликах я планирую вам показать как контролировать некоторые виды агрессии на примере частности акбара задают этот вопрос очень часто очень много потому что когда собака начинает вырастать то проявляются те или иные виды агрессии у животного их бывает ну достаточно много мы с вами остановимся ну порядка на семи восьми девяти максимум девяти видах агрессии который с которыми скорее всего придется столкнуться зависимости от того кобель у вас сука у вас какая порода у собаки у вас но давайте вот разберемся с основными видами агрессии почему я стал еще раз снимать этот ролик потому что вопросы задают очень много особенно задают владельцы частных подворья скажем так вот у нас сейчас такая ситуация тоже с акбаром возникла я думаю на примере акбаром ну я просто покажу как это все делается в частности здесь мы столкнемся в случае с акбаром это с первый вид агрессии это охрана территории которую мне пришлось развивать у животного потому что она отсутствовала целиком и полностью все вы знаете что акбар это профессиональный спасатель у нас и как бы агрессии у него отсутствовало что такое агрессия территории это когда вот есть его будка его наш вот скажем так участок вот база канала до которую нужно защищать и собака начинает реально защищать это все дело если присутствует еще и забор к этому ко всему забор он еще и усиливает то есть четко огороженная какая-то территория она как бы провоцирует эту агрессию саму сам по себе то есть когда мы сюда приехали но собакой у меня не агрессивная по натуре по профессии по своей мне пришлось развивать этот вид агрессии то есть когда тут проходили люди проходили у него в свободном доступе всегда лежала игрушка все вы знаете о том что собаки спасатели они мотивируются на поиск человека тем что они либо находят пострадавшего ему же не объяснить что там пострадавший там дядя вася лежит да и поэтому он ищет либо партнера по игре это как случае с акбаром или человека который даст ему тупо пожрать чего-то такое но этого лабрадора рика помните мы вы моего да вот он именно мотивирован на подкормку то есть него зоовитальная пищевая мотивация и когда акбар видел проходящего мимо человека здесь он тупо нес ему игрушку и видел в нем партнера по игре и здесь можете взять на заметку у кого собака добродушная не охраняет территорию то вы учите хорошо команду голос да и когда человек который проходит мимо то пусть проходит ничего страшного в этом нет он договорите с кем-то чтобы человек который подходит и останавливается возле ваших ворот вы даете ему команду голос когда он облаивает человека вы говорите молодец хорошо молодец хорошо то есть вы вырабатываете определенную линию поведения я вам еще раз хочу сказать что если вы хотите собаку научить что-то делать то это многократное повторение приводит к выработке устойчивого там начала обычного условного рефлекса потом устойчивого который перерастает навык и здесь мы вырабатываем эту линию поведения то есть охрана территории правильная охрана территории не вот это вот которое пустолайство а правильная охрана территория подразумевает комплекс упражнений связанных с тем чтобы выработать этот вот рефлекс правильный рефлекс чтобы собака не облаивала проходящих мимо людей да а именно вот тот который подошел стоит либо тот который пытается перелезть через забор это вам надо будет поработать с несколькими людьми несколькими статистами и тогда у вас все получится и так вот она территориальная агрессия да я сначала собаку на подход человека научил производить облайку впоследствии что начало перерастать в то что и проходящие мимо люди тоже были облаяны но вот здесь нужно действовать каким образом здесь вы должны собаки понять дать о том что в вашем присутствии облаивать никого не надо то есть эта территория принадлежит вам если вы контролируете территорию то облаивать не надо то есть чтобы собака понимала что она охраняет территории только с вашего позволения то есть вы являетесь владельцем этого всего и охрана производится только с вашего позволения либо в каких-то определенных ситуациях ну в частности ситуацию вот еще раз хочу сказать что это когда кто-то подошел и стоит возле калитки возле то есть ждет конкретно либо начинает не санкционированно перелазить через забор здесь уже конечно собаке команду давать не надо она сама должна это вырабатывать но это надо будет еще раз повторюсь поработать с несколькими статистами чтобы люди подходили выдавали команду собаки выра выработалась линия поведения и тогда все будет правильно тогда у вас находящих людей я вам просто хочу сказать что вот смотрите собака сидит не обученная собака просто собака которая находится идет мимо человек человек мимо идет 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 собака на него хав гав 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 человек начинает проходить дальше ну потому что он и не спланировал возле вас останавливаться а и шел по дороге какая мысль у собаки в голове выработалась собаки мысль в голове выработалась такая что вот я начал лаять да и человек прошел мимо то есть он ушел он забоялся моего лая соответственно я буду делать так дальше причем постоянно причем чем громче она будет лай тем быстрее будет человек уходить вот это все из-за того что у вас нету времени заниматься вашим животным либо вы не знаете принцип работы то есть еще раз вам хочу сказать что собака облавит только тогда когда человек подошел рядом стал это после того как вы вступили в диалог с этим человеком от облайка должна прекратиться то есть все что нужно сделать это работать над подчинением какими методами работает над подчинением и становиться вожаком вы можете понять из цикла всех моих роликов и всех моих передач вот мы сейчас с вами поговорили об одном виде агрессии это агрессия на охрану территории вообще для того чтобы самый лучший способ профилактики агрессии это не допускать ее развития и в некоторых случаях ее развивать ну то есть если вы там служебная собака у вас дату охрана объекта для нее будет считаться как бы на нормой и эту агрессию надо будет развивать вид агрессии охотничий рефлекс вот у собак спасатели да когда вот она вот играет бегать за портируемыми предметами а это тоже как бы охотничья агрессия потому что он догоняет этот бублик эту палку догоняет это вроде как она охотиться в этот момент эту агрессию тоже в некоторых случаях вот частности воспитание собак спасателя нужно развивать все остальное там пищевая агрессия какая-то агрессия на игрушки игровая агрессия когда вы начинаете играть собакой она вот не умеет играть до начинает перетягивать у вас и и проявляет такой не не игровую агрессию именно а уже такую натуральную то есть кусать у вас там отбирать этот предмет это мы с вами поговорим позже сегодня мы с вами поговорили о территориальной агрессии как правильно выстраивать правильную охрану территория и что для этого нужно делать об остальных видах агрессии которые я немножко анонсировал мы с вами поговорим позже также мы с вами поговорим еще об охране территории не от людей от других животных у меня сейчас развилась тут такая ситуация у нас тут рядышком по соседнем участке живет маленький шпиц зовут его мишка